Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если у меня есть ось столкновений Субтитры создавал DimaTorzok Значит, да? И плюс, и минус Столкнулись в коробиле Gmc Значит, чтобы они проиндегрировали Gmc и минус, а проиндегрировались Какими они они? Различные То есть, принципиально вот так направлен Gmc, который будет развиваться Он находится в выстрелном состоянии То есть, у него Zgc Зминяется Зминная единица То есть, проинция на ось столкновения 1-1 Либо минус То есть, либо стима электрон-позитрон И так, либо вот так Для простоты будем рассматривать конкретную, наиболее на практике встречающую ситуацию Gmc у нас из выстрелного состояния И для этого выстрелного состояния поговорим про угловые распределения И вторая часть задачи Давайте рассмотрим Вот эти радиационные переходы Они уже несколько другого типа будут Как мы сейчас увидим То есть, переходы С С Борьем Фи С Фи Фи С Фи 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 где тоже есть индивидуальное перекрытие, но для реальной циклосканции а во втором случае мы просто будем угловые распределения смотреть какие здесь угловые распределения угловые распределения гамма-фронтов подробнее для тензорного резона решим потому что тензорный резон у нас есть задачи умещены потому что мы знали как ходить с его литеральной регуляцией как с ним ходить а про это оставшиеся просто напишенные фиктивного кранча и в количестве домашних заданий он будет чуть-чуть последующие благодатские дела Понятно формулировка? Что мы хотим сделать? Мы сейчас такими вещами занимаемся которые у нас были в фронтной механике здесь особо после чего нет ну давайте вот с первым пунктом с первым пунктом да? так же все это СНТС а это СЗП у нас СНТС это все СНТС состояние только с разными с разными ЛС и радиальное квантовое число может быть разными в общем это все СНТС а мы снимем радиационные переходы на ЧХС значит первое у нас GPC переходит в это С в эксервискаляр и фотон то есть сначала у нас был истинный вектор GPC он перешел в эксервискаляр и фотон вот какого типу это переход? по классификации струнента что такое? тут три часа типа у них нет но три часа типа полная нет, не нравится вроде как получается что не может быть метрически не может быть метрически не может быть потому что меняется четкость правильно? П меняется здесь П не меняется П не меняется, по-моему, П не меняется. Нет, когда мы на правила отбора смотрим, мы смотрим на П, да? Вот в электрическом типоре переходе у вас П меняется. Ну, на минус стало плюс, да? А здесь П не изменилось. Не изменилось. А дата изменения спины равна 0, а дата равна 0, а дата равна 0. То есть это все характеристические моменты для какого-то такого перехода. Магнины дипломов, правильно? Уже из классного механика знают, что у нас операция взаимодействия. О, давайте вылететь на яблок. Взаимодействие. Значит, что такое-то есть? Минус. Минус – главная магнистра отсека, правильно? Минус – главная магнистра отсека, да? Украдывание половины – главная магнистра отсека. Если я в фурье компонентах перехожу, то H у меня во внутренней поле это все такое. Вот это есть локер А, да? Т.е. если я перехожу к фурье компонентам, то у меня H у меня H у меня есть H, 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 H. Теперь, если я от этого оператора начинаю брать маточный элемент, где в конечном состоянии у меня стоит покой, в начальном состоянии у меня стоит G, C. И G G, C, 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 E, G, E, E, C, C, E, 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 C, E, C, E, E, H. Пока магнитное поле вместе с фотоном, то есть у меня просто поляризация, правильно? Парнизация, как я вам показал еще. Что мы с вами получим? Мы с вами получим, что мы будем в состоянии со спиной 0, 2. Здесь все. Наш магнитный момент. Состояние со спиной не будет лица. Это у нас от С. А здесь стоит матричный элемент по фотонам вот этого электронного происхождения. То есть у меня вектор потенциала заменится на вот что-то. На вектор поляризации, правильно? На вектор поляризации, да? Но плоская водна у меня... Отсюда экспоненты, отсюда две экспоненты. Они мне дадут закон сохранения энергии. Правильно? Давайте пропорционально я написал, да? Значит, что у меня здесь возникнет что? Здесь возникнет витк, вектор поляризации фотона в конечном состоянии. Импульс у него не обозначил кубка, да? Если у меня пропалось Gmc, из-под галантента полетел фокон с N+, K, значит. С N+, K. Вот это, то что здесь написано, это что такое? Вот у вас есть фотон поперечный, да? Поперечный к направлению K. И вы вектор умножаете на K. То есть вектор умножения на K, поперечного K вектору, да? Слодится к чему? Потому что просто в поперечной плоскости вектор поляризации просто поворачивается. Правильно? То есть можно сказать, что вот это есть частота фотонов, да? То есть вот внизу. А здесь так некий новый вектор поляризации. Да? Просто подвернутый вектор поляризации. Понимаете? Если я просто свяжу за вектор поляризации, то здесь будет просто подвернутый вектор поляризации. То есть получается, что... То есть это его свойство относительно отражения? Не, не, не. Вот относительно пространственного отражения, вы уже не помните, что теперь это уже псевдовектор, да? Потому что он как векторное произведение, да? Ну, мне сейчас эти свойства показывают не сильно волнующихся отражений, да? Вот ежки – псевдовектор, да? Псевдовектор, да? Ну, выглядит он как обычный вектор поляризации. Просто повернутый, да? То есть мы получили, что наш маторчный элемент в арсенале маторичного элемента магнитного монета, да? На вектор поляризации. Да, ежкик. Ну, частотечка. 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 Частотечка, да? Частотечка. Это маторчный элемент большого взаимодействия. Да, такой. Напоминаю, что у нас 11. Ну, в квантовой теории поля, если у нас частица с маторей распадается, то у нас тут стоит маторчный элемент по маторей квадрате, да? Дальше стоит импульс конечной частицы. В данном случае вот у нас фотон, да? То есть омега – это частота, это будет импульсом конечной частицы. Идиометра, идиометра, 32 квадрат. И маска распадающейся частицы в квадратик. Назву какая формула. Как формула будет, да? Отсюда мы с вами видим, что шерва, да? Она чему будет пропорционально? То есть я теперь вот это все в квадратиках в квадратиках ввожу. Да? То есть это будет все в квадратиках в квадрате. Частота у меня один раз в квадрате сюда, да? И в квадрате вот ввожу, и сюда еще, да? Частота в квадрате. Частота в квадрате. То есть в зависимости от ширины от маторчного элемента магнитного момента и частоты она вот такая, правильно будет? Ну, собственно, мы в квадратной механике приводили формулу, что у вас ширина будет поменять 4 в месяц, да? То есть в квадрате, как официанты, вот здесь, я со мной просто сказал, это 4 в третьих, да? Ну, просто мы должны правильно, вот здесь правильно нормированные волновые функции, да? Как у нас положено тогда у нас эфициент, он естественным образом ввозит. Такая формула у вас была, да? Обратите внимание, что вот в этот маторчный элемент, когда я беру маторчный элемент, то по моим состояниям входит также и там входят волновые функции, да? G, C и это C. Волновые функции у меня есть координатная и спиновая части, правильно? А координатная часть, что берет в себе, в частности, радиальные волновые функции, да? И если я предполагаю, что вот в этих двух состояниях, одни у меня одни и те же, правильно? Поскольку у меня, видите там, радиальные числа 1 0, да? Если бы они обе были точно водородоподобные, тогда бы этот интеграл перекрытия был бы человеком. Единицы, просто они были бы одинаковые и из формировки возникла бы единица, правильно? То есть у меня здесь есть радиальные функции, здесь радиальные функции. Интеграл перекрытия, т.е. интеграл двумярные бесконечности. Это квадрат, 0, 0, 0, d, 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 d. То есть у меня вот такой интеграл возник. И в случае положения в том, что у них одинаковое анзермонействие, одинаковый потенциал, одинаковый устроен, да? В кулоновский образом, у меня просто единица будет. Поэтому мы сейчас оценками не занимаемся. Поэтому, если этот интеграл перекрытия, мы его просто единицы положим, не просто. А есть еще спиновая часть, спиновая часть волновой функции, да? Вот на спиновой часть волновой функции оператор μ нитривиальным образом действует. Да? Как говорится? Ну, μ уже пропорциональен спину, так что там уже... Да, конечно. Сейчас вы это и напишите. Сейчас я вот это напишу выражение, я и пропишу. То есть состояние Gbc, если я смотрю спиновую часть волновой функции, да? А, как я уже сказал, по условию удержания, они у нас мыстремы, да? Давайте возьмем для определенности Rz равно плюс один, правильно? То есть когда спин направлен вот так, да? То есть спиновая часть волновой функции, она у нас вот такая, да? У С-квартного спин по оси Z, у анти-С-квартного спин тоже по оси Z, да? А это С, спиновая часть волновой функции. Какая она? Вниз, минус, вверх. Правильно, это на секунде сказать, да? То есть единиц на той внизу, мы пишем все-таки вверх-вниз, минус, вниз-вверх. Правильно? Там у меня флаг, а это анти-флаг, да? Флаг и анти-флаг, флаг и анти-флаг. То есть спины сложились в седьмой. А теперь, что такое шелок-магнит? Магнит оператор-магнит, да? В общем случае, это что такое? Это магнитон, да? На оператор спине Ну, если у вас есть орбитальный момент, то там еще, скажем, для электрона стояло бы что? Л плюс 2с, правильно? Л плюс 2с на магнитон бора, правильно? Да Л у нас нулевая, да? То есть, орбитального момента нет, поэтому это только с таким... Вот я так и напишу, значит, магнитон бора, это... Что у нас такое? Яш на 2мс, правильно? Это в квантовой механике, там е чуть-чуть по-другому определённо Там е квадрат было равно альфа, правильно? Поэтому здесь так будет... Е у нас перестанет идти, да? h и c Ну, давайте я одну раз напишу h на 2mc, да? И раз у меня... Теперь здесь кварки уже заряжены, у них слой заряд, то что еще нужно написать? 2 3 2 3 Ну, мы говорят, ватра, да? Ус Ус Вот А здесь стоит удвоенная... 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 Удвоенная графа спина, да? То есть, у нас стоит 3 плюс 2с, да? Ну, потом умножается То есть, здесь вот так как он Сигма вектор который отвечает в вакуум Сигма это 2с, да? Сигма Обычно из сигма у нас Представление Игма у нас есть А для антиквартов все то же самое, только заряд другой, правильно? Поэтому вот минус... Минус удвоенная графа спина антикварта То есть, этот действует на кварке, а этот действует на антикварта Но у антикварта другой заряд, правильно? Я просто пишу знак Немис Пишу знак Немис Пишу знак Немис Пишу знак Немис О Теперь надо их выразить через мокшевшие и понижающие регуляторы Да, совершенно верно Теперь нам нужно понять, какие здесь маточные элементы Кончины Отличные Bonjour У нас, естественно, есть А У нас есть Эти компоненты Минус 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 У нас есть Минус У нас есть Отличная поляна Нам надо для начала вот этот оператор уже есть Ну это просто двойный оператор сперва Ну да, но я про то, что ZV компоненты будут нули очевидно Потому что здесь у нас собственное значение просто вылезет И вот с этим они ордогонированы все То есть у матричного элемента, да? Если вы возьмете ZV компонента, то она будет равна 0 Да, то есть надо XV и YV вот так написать просто То есть у нас какой матричный элемент будет отличен от меня? Ну у вас есть оператор нюкс с вектором То есть у X, у Y, Z То есть то же самое у X и у Z, да? Вот какие у вас матричные элементы будут отличен от 0 У меня знает, как Кирилл уже сказал, будет равно 0, да? Потому что здесь у вас проекция 0, здесь у вас проекция единица, да? Правильно? То есть разные проекции Ну и не 0 будет там, где повышающий оператор Олег Горьков Это у вас здесь? Куда вам вот это уже повышает? Поднижающий А, сюда поднижающий Поднижающий, да Поднижающий У нас же GPC значаемый состояние Ну да Ну да Ну да Ну да Ну в принципе нам вот такая ефтая запись наверно даже То есть нам нужен матричный элемент от M- Да Ну вот включите, матричный элемент от M- Что не важно Я влево расписываюсь То есть выбрав конкретную реализацию GPC, то есть знаем, что она у нас Что это ухронизовано с выстроены, да Вы поняли, что отличный от 0 будет только на минус компоненте, да? Ну минус теперь запишем медленно в виде Два Так Е, H Ну H и C Можете уписать уже? Да, наверху Что-то напишем В конечном комплексе Все-таки упишу Да Два У C Угу 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 А здесь удвоенный оператор спины Помышающего Помышающего Да Да Два С Два С- Давай Два С- А, тогда просто тут выгу потерять можно Можно Да Да Угу 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 Где бы стереть? Я думаю что Я думаю что Я думаю что Ай Пусть Попробуйте Ой Угу Сразу Посмотрим Угу 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 Уully Угу 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 Если а с минус Ну, одна вторая. Почему одна вторая? Чему равна минус? А минус, два, три. Корень из... Корень из... Корень из... Корень из... А в чем? Корень из чего? n, по-моему, на... l плюс m, да? l плюс m, да? Если m будет равно минус l, то получите ноль. Да. А второй сколько? l минус m плюс 1. l минус m плюс 1, да? l минус m плюс 1, да? l минус m плюс 1. И моменты, и проекция одна вторая, да? Поэтому коэффициенты... Единица. Единица. Да. n, d, c так же, то есть, да? Угу. Отлично. Тогда вот этот матричный лимень, чему у нас нет? Вот здесь есть такой вектор, да? Используем из двух варнированных маятучков. И здесь появился, в общем-то, такой же вектор, да? Вот без варнированных маятучков. Да. Ну, да. Просто многие скалярные произведения, чему у нас нет? Ну, здесь двойку даст. Скалярные произведения вот в этом вектора, но здесь не даст нормированный же вектор. Хорошо не дадут. Ну, в таком смысле они тоже. Значит. Угу. Угу. Уже вот вектор санагмированный. Ну, да. Угу. Угу. На корень из двух выложили, поделили вот как получилось. Так. Давайте чуть-чуть шестеряем. Так. Емру С. На корень из двух приняли. Угу. То есть, а вектор остался корень из двух, да? Ой, так не надо писать. Оставьте здесь корень из шестеряки, а потом будет вальфик. Ну ладно. На корень из двух. На корень из двух, да. Ага. И вот это надо теперь сюда подставить. Да, отлично. Давайте по ширине сейчас, с шириной закончим. То есть, мы хотим получить ширину для поражения вне ширины. Частота чем-то равна. Разности масс. Разности масс просто, да? При движении таком. Ну, что у нас химус маленький. Сейчас. Вот у вас родился дипси почти покоящийся, да? Нет. В недоинтелеском приближении у нас, смотрите, у нас это с по массе близок к gc. То есть, частота разности, ну, в простейшем случае разница масс, да? Она много меньше, в тридцать раз меньше, чем масса, правильно? Масса gc и масса fc, да? То есть, можно не считать, что это с подштипакующийся. Теперь, ну, вектор в квадрате, это что такое, через плюс-минус компонент? Или? Вот это уже число. Здесь не надо думать про то, кто сейчас коммутирует, а где коммутирует. Вот это уже число, да? Если плюс компонент, или минус компонент, или минус компонент, или z компонент, как мы в квадратном писать? Ну, вот это будет просто в квадрате. То есть, это будет минус по модулю в квадрате, дальше минус плюс по модулю в квадрате. Что еще? Мюзет по модулю в квадрате. Мюзет по модулю в квадрате. Какие коэффициенты стоят? Мюзет по модулю в квадрате. Куда? Пополам. Пополам, наверное. Здесь пополам, и здесь пополам, да? Это, еще раз подчеркиваю, это числа уже. Подождите, нет, это только числа, да? Понятно? Я не оператору мюн квадрат пишу. Там, ну, плюс, ну, минус. То есть, ну, минус, ну, минус, ну, минус, ну, минус, ну, z, да? А пишу уже просто вот этот квадрат через плюс-минус компоненты. Да, так было бы просто минус квадрат плюс минус квадрат плюс-минус квадрат плюс-минус квадрат, да? Так нам уже сильно напишем. Пишу ширину дальше. Так что у нас осталось? Ну, у нас будет равен. У нас будет альфа куц квадрат. Запишите все коэффициенты сначала. Значит, здесь одна и вторая. Отсюда, да? Из-минус квадрат. Дальше пишу минус по модулю в квадрате. Альфа куц квадрат. Ага. Альфа куц квадрат. На двойку. Ага. На m квадрат. Концертная мазь, да? Да. Это маска зон, амцетная мазь? Да. И на дыбь даем в кубе. И снова? На дыбь даем в кубе. Если нам частота нужна как разность масок. Альфа куц квадрат. Ну, у нас коэффициент 4 с квадрат как с коэффициентом. Ну, так примерно, да? Но все-таки. Более-менее с коэффициентом средим здесь куда 4 с 2 с 3. И дыбь даем в кубе. И дыбь даем в кубе. Дыбь даем в кубе? Ну дыбь даем это что такое? И дыбь даем в кубе. Так, вы не сократили. Сократим. Серия вредних. Ответ 37. В ме, вот если считаете, стоит 1500 в квадрате. 1500 в ме. 1500 в ме. Только мы оценку все и делаем. Вот это вот. Чуть в ме. Я в порядке. Все-таки зарождается. Все в квадрате, да? Угу. Вот это вот. Так, это 20 плюс 90, это 70. 117. Вот это вот. Это было 117 в кубе, да? В. 117 в кубе. Ага. 117 в кубе. 117 в кубе. И qc в квадрате. Вообще qc, да? А что такое? 4 километра. 4 километра. 4 километра. 4 километра. 5 километра. 100 километра. 10 километра. Ну, вот вы посмотрите. На сколько получилось? Он такой архивный. На сколько получилось? По порядку можно сделать? В порядке. Да, выносим, то есть будет там двойка, грубо говоря, в знаменателе, на 10 в шестой, правильно, на 10 в шестой Здесь у вас стоит 10 в шестой, 10 в шестой сократилось, да? Ну, порядка, а 3 на 10 минус 3 Сколько? 3 на 10 минус 3, обратно. 3 на 10 минус 3? У меня получилось, да То есть вместе с вот этими цифрами, да? Да То есть мы не 100 когда-то делали, а вот эти цифры стоят 117, да То есть 3 на 10 минус 3, да? 1 З Чуть-чуть многовато я почему-то дома посчитал, но у меня здесь единица здесь была Я вот посчитал На все там 4 третьих умножили, там 4 девятых умножили Да, но я сейчас теперь проверю Ну, мы с вами оценку делаем, потому что по порядку величины мы знаем правильно Да? Правильно Правильно получили Ну, у нас есть было несколько предположений приблизительно Во-первых, это то, что мы взяли нерентивист генетариалов, конечно, да? Что нерентивист генетариалов, а второе, что он мне дал прикрытие единиц В общем, это положение, то это номер много здесь, да? Не он Правильно, да? Да Ну, хорошо Примерно в 3 секунды, сейчас примерно в 3 раза, но нашу здесь вот А Это мы уже ширина уникальная, да? Но действительно, что ширина довольно мало, 10 минус 3 мм это очень мало А Теперь я не знаю, посчитайте знаете? да 10 в минус 34, но это все 10 в минус 24, если в мало, тогда 10 в минус 24 но видно, что получится довольно мало 10 в минус 20, правильно? правильно Тау это ас делить на гамму да ас это у нас 1 в копейке за 10 в минус 24 в мылах и поделить на величину получится 10 в минус 20 угловое распределение у нас еще с вами осталось т.е. как распределены вот эти вылетевшие фотоны давайте посмотрим подумаем вот смотрите давайте вот сюда посадим мы получили что взаимодействие у нас определяется вот таким выражением, правильно? хотелось бы каким-то образом учесть факт выстроенности выстроенности нашего визона, да? фактически у нас когда мы конструируем матричный элемент у нас с вами что есть? ну это что такое? это грузиан взаимодействие или гмельтамиан взаимодействие одно и то же, да? точно сюда взмахнут у нас есть какие величины мы сейчас с точки зрения теории Кутной это все смотрим какие у вас величины есть? у нас есть вектор поляризации вектор поляризации фотона я беру его в клоновской калибровке трехмерная компания что еще есть? импульс фотона есть импульс фотона еще что есть? вначале у нас GPC векторная частица у нее есть вектор поляризации то есть трехмерная часть трехмерного вектора отвечающего поля GPC она вот такая то есть у него три независимые компоненты я их все могу перечислить в трехмерном векторе то есть говоря про GPC я могу рассматривать образ поляризации тогда из вот этих величин каким образом я должен конструировать скаляк но гранжиан взаимодействие это все-таки истинный скаляк можно истинный скаляк ну не обязательно все три K это же импульс фактически в Фурье поэтому мы знаем что у нас половины функции должны быть то есть у меня должен входить фотон это C у C функции это что такое? это просто единица скаляк 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 СК скалярное производительное ну неожиданное скалярное скалярное так сказать можно сказать что вот это такая все-то скалярная единица да? все-то скалярные единицы А если я вопрос о скалярном произведении умножить, то есть и два истинных вектора. Так-то не очень хорошо, да? Да, но можно еще смешное произведение организовать. Можно смешное произведение организовать. То есть можно написать так вот епси, а здесь умножить скалярно на векторное произведение как на дегамма. Дегамма на конечные истояния по единому созвездочке напишет, да? Я думаю, по сути, что сейчас за варианты амплитудов пишут с вами, да? Поскольку у нас негалитивизм, как мы уже говорили, то мы только для трехмерных компонентов все и пишем, да? То есть у нас все покоится, да? То есть есть видимая система отсчета, а в ней есть ротационные варианты, да? Напишем скалярку, то есть, да? То есть здесь такая псевдоскалярная теница. Наш электрополяризация Gc. То есть мы, это наше комитетриансное взаимодействие, да? То есть мы видим, что роль магнитного момента играет, вот это у нас по факту что-то говорит, магнитное поле, да? Правильно? Как здесь было. Это же амплитно возводилось это, да? Среди образа лыжного пункта. То есть видно, что роль амплитного момента у нас будет играть вектор поляризации Gc, помноженный на вот эту псевдо единицу, да? Псевдо единицы. Ну и все, значит что-то такое получилось. Мы с вами договорились, что вот это есть просто повернутый вектор поляризации, да? Повернутый вектор поляризации, который на самом деле псевдо вектор повернутый, да? И умножить еще на псевдо единицу, в результате получим просто вектор поляризации Gc, да? То есть я подсчем у нас, это есть просто пропорциональная, да? Я за эсцент пропорциональности омега не пишу. То есть будет просто Gc, да? Умножить на вектор поляризации фотона стиля. Вот это повернутый вектор поляризации, и он уже истинный вектор у меня, правильно? Стал истинный вектор. За счет этой псевдо единицы. То есть мой матричный элемент от волновых функций начального и конечного состояния просто вот так вот зависит, да? Матричный элемент, мы его взаимодействуем, просто пропорционален и такому произведению, да? Вот это рассуждение понятно? Понятно. Основное антрею понятно, то антрею выходит в тоске и считает очевидную скорость в геометрику. То есть что мы должны сделать? Мы должны M возвести по моду без квадрата и просуммировать по поляризациям фотона. Вот раз мы выбрали физические фотоны, да, физическую полярковку, то есть нужно вот такую величину, знаете. Вот у вас ваш айон. А при этом по поляризации начальничество? А поляризацию люкси мы с вами знаем. Мы с вами выбираем не такое попало, да, то есть по ней среди бутоны, а выбираем ее конкретное выстроенное состояние. Значит ее можно обменивить за стопку? А нет. Потому что порциональность учителя не давно пропускаешь. То есть квадрат в вектором поляризации люкси мы не имеем. Не-не-не, пап, давайте два пространства. Что это все в компонентах напишите? Не готово. В штамме. То есть берем число умножаемое с определенным числом и суммируем по поляризациям. Чуть-чуть попнили. Пожалуйста, не ем. На, вы можете еще ввести и индекс. Формировали, да? Ну конечно. А у вас есть какой-то индекс? И, и, и. А вот, ты, 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 ты. Т.е. начальная поляризация, т.е. вектор поляризации люкси мы считаем заново. Да. Так. Так это по модулю в квадратике здесь, наоборот, здесь дырочка. Варианты вы можете не соблюдать. У вас обычно эти карты вот где-нибудь сделаны. Угу. Вы их разным пишите. Хан. Вы написали. Вот, смотрите. Сейчас вот так. А, все правильно. Угу. Вот. Ну, и, 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 и. У нас ИЖ, да. Угу. Угу. То есть у нас ЛИ, это что такое? Да, если у нас К на ровную главу. Да. Вот. Ну а может там ЕПСИ, ЕПСИ? Как выглядит вектор полиграции Vx, если мы находимся вот в конкретном Vx на этом состоянии с плюс генетичным? Ну, он должен быть... Вот у нас состояние с Sz равно плюс 1. Вот по аналогии с фотона, то есть, ну, это как... Да, да, ничего одного. Ну, это... там есть x, и сейчас есть... Не x, там есть и x. Да. И x плюс и y. Ну, и... В общем, есть вектор. Это вот. Да. Но еще, на самом деле, по-моему, за знаками был минус-плюс... Вот у вас теперь в передистриторе каком-нибудь минус-и, да? Но нам совершенно не интересно, потому что вы один раз берете этот вектор, в какой раз сопряженный. То есть, это фаза, она у него. Да? Поэтому мы за ней можем следить, да? То есть, x плюс и... Если бы он выстроил в противоположную, выставляет направление, то здесь было бы минус. Понимаете? Вот и все. Ну, сейчас, кстати, ну вот... Будем смотреть... Смотрим. Умножаем. Вот это умножаем, да? И у меня заворачиваем под верхний режим, и что получится? Е1 это что такое? Дель три режима свернять, и вот что получится? У нас будет e в квадрате... x в квадрате минус e и в квадрате минус e в квадрате. То есть, в нараще. Да. Ну, может быть, да. Ну давайте, сейчас начнем. Давайте, секунду. А вот этот вектор как пробежел? Ну так, что если бы одинаковый вектор, то, что перед нашим получаем единицу. Если это не вон, но на комплексно сопряжённый умножить. А, ну да, единица. Единица, потому что на единицу нормировался. А, да. То есть, я сказал, что это движение единицы, да? А здесь будет что-то такое. Это будет n на еси по модулю в квадрате. Правильно? Нинус n на еси. Нинус n с квадрата на еси. По модулю в квадрате. Это комплексное число. Ну вот, считаем, что такое n на еси. Значит, умножать n на еси. Не знаю, лучше как-то сработало. То есть, у нас... А, ну, просто явно. Да. Единица нормирована с двух. Потому что это n икс, плюс а не икс. Значит, ну... А, я знаю, у вас есть, и всё. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Чмодри, начинал по модулю в квадрате ровно. Ау. Единицы. Нет, не единицы. Довольство по модулю. А, да. Ну, двое, одна вторая. Значит, это штука по модулю в квадрате ровно. Одна вторая. Одна вторая. Значит, от каждого... Угу. Единица... А вот... Почему единичная? n икс, это что, единица, что ли? Вот у нас есть единичный вектор m, направленным каким-то углом. Это и φ. Да? Да, n икс. Ну, так и будет n икс в квадрате плюс n икс в квадрате. Да, да. У нас... Да, это число в разложении, в чём, в чём, в чём. n икс в квадрате. Существует n икс в квадрате? Угу. Ну, это... А через углы, это в шритору, почему вам нужно? Осинус угла, а синус угла. n икс, это что такое? А, нет. n икс через углы, это что такое? Ну, n икс, это проекция х на... Через углы, это что такое полярное? У нас есть... У нас есть... Теста и φ. Ну, то есть у нас общая синус... Синус θ. Угу. То есть синус θ в квадрате. n икс, чего равно? Можете сказать? n икс? А? Косинус θ. Просто косинус θ. n икс. Синус θ. n икс, синус θ на косинус θ, правильно? Ну, то есть у нас общая... n икс. Я синус θ тоже вынес. Не надо выносить, у вас фашка, вы отвечаете. Хорошо. Одна вторая. Синус в квадрате. Угу. Или здесь единичка? Здесь единичка будет, правильно? Ну, это и понятно, потому что у вас n икс квадрате плюс n икс квадрате плюс n икс квадрате равен... Косинус в квадрате. Косинус в квадрате. А, ну тогда 1 плюс, то есть, 1 это значит, ну да, кофе у нас осталось. То есть, 1 плюс кофе у нас квадратик это вот, и в рамочек объявится. Ага. Вот. Такое вот на два распределения у нас получится, да? Да. Видели же у него где-то. Видели же у него где-то. Видели у него где-то. Замечательно. А где у него еще? Ну, либо плюс, либо минус, либо минус. Да, я начинаю. Молодец. Ну, что-то и плюс, либо минус. Там, кстати, самая история. У вас fz равно либо плюс, либо минус единица, да? Не, ну, как то же самое. Получится с t. Сейчас просто давай. Просто давай. Просто давай. Ладно. Ну, вот так вот, да? То есть, получили новое распределение, оценили, оценили, шили его. Хорошо. Не питались еще? А вот еще можно сказать, а энергетический диспетчер с потомок там уже будет на самом деле? Ну, вы уже считали тут нейротеризм, то есть, у нас потом будет максимальная энергия, возможно? Ну, естественно, будет некое ушеление всего этого дела на счет того, что у вас отдача есть, да? Ну, да. То есть, у нас... Вообще говоря, часть импульса может быть... Ну, в принципе, он будет очень сильно пикован, но, да, это не широкое распределение будет, почти что дельтапик будет. Так, переходим ко второй части задачи. Здесь нам просто нужно, наверное, объективный аналогиал написать, да? Эффективный аналогиал. Ну, давайте попробуем, попробуем написать. Давайте с простого... Вот с простых начнем, а потом, самое сложное, его подробно до конца доделаем. Давайте. Если у нас c2s, то подробно это радиальное возбуждение gc, да? То есть, просто n в равномину, а здесь n в равной единице, да? Главное квазовое число в 2-м равном, да? Это радиальное возбуждение gc, а здесь у нас уже стоят мизоны с n в равной единице, а s тоже равной единице. Значит, здесь у нас переходы идут с изменением четности. Четность изменилась, s не изменилась, а l изменилась на единицу, δl в равной единице, да? То есть, это все какого типа у нас перехода? По классификации стандартной. s не изменилась, l изменилась на единицу, δl в равной единице, да? И четность изменилась. То есть, это все говорит о том, что переходы какого типа? Электрические. Электрические. Электрические дипольные, да? Переходы. Электрические дипольные переходы. Для них уже, когда мы ширину будем писать, там найдет нетривиальный маточный элемент. Координатная часть будет не тривиальный, потому что операция дипольного момента r в себе содержит. То есть, там будет интеграмма перекрытия, если мы ширину будем писать, он будет пропорциональна интеграмма перекрытия. Какой-то грамма перекрытия будет, если я радиальную часть пропишу, здесь будет стоять r квадрат dr из меры и еще r из дипольного момента. r, а здесь радиальные половые пункты. То есть, у нас какой-то вот такой интеграмма перекрытия у нас, видите, как правило, а здесь радиальные половые пункты. Это число, которое мы, в общем, не можем так ничего хорошего не показать, да? Не можем это число, извините, в принципе, для водорода это считать, да? В водородовую именную функцию поставить, в принципе, мы могли полизировать, да? В качестве оценки. Ну, и здесь так просто не получится ревновидизировать, да? Поэтому мы с вами давайте берем просто главные распределения. Главные распределения. Вот начнем от самого простого. Я скажу, что у меня все 2s переходят в и c0 и гамма. Андрей, вы уже сидите, но просто отвечаете. Ну что? Мы хотим написать некий матричный элемент, да? Написать матричный элемент, опять же, в нейраптивистском приближении, да? Отлично, на счете, у нас есть вектор полinizации, вообщее на счет hábit?! Вектор поляризация значения� и честистос кмн, да? Кмн или gc Вектор поляризации пот tentangpel. Вектор поляризации потен, вектор поляризации потон. Ну, видите, у него фарка чистая, но и будет плюс, да, почти есть, что он стоит на 10-15 Просто стоянное произведение, конечно, в ситуации, что не мягко, подседание Е-Пси на Е-Гамма-Пси И какое половое страховление сегодня мы получим? 8 Ну? Вы тоже, что же, такое же, то же самое? 1 в 1 просто Ну, у нас вот в предыдущем пункте так и было, да? Все так и было То есть, наточный элемент на мотке в квадрате это 1 плюс 8 в квадрате т.а. То есть, здесь половое распределение уже знаем, да? Дальше двигаемся, если в Си-2С переходит Хи-Си-1, по-моему, Здесь уже несколько посложнее У нас есть истинный вектор Е-Пси, да, поляризация Есть истинный вектор Е-Гамма В конечном состоянии Физическое прижигается, да? Атоном И есть Хи-Си-1 Хи-Си-1 это что такое? Это момент дуличка, да? Но обратите внимание, у него четкость, какой четкость? Плюс То есть, по своим трансформационным словам это что такое? Это аксальный вектор Это аксальный вектор, да? Псевдовектор То есть, здесь стоит еще Е-Хи, но оно псевдовектор, да? Псевдовектор Потому что здесь вот плюсик стоит, да? У истинного вектора по четкости минус Е-Си, да? Следовательно, матричный элемент, как это будет выглядеть? Как из них составить? Смешные прижигения Смешные прижигения можно сделать, да? Здесь можно написать Е-Си-Си-1 А еще одна конкурент Хи-Си-1 Что я написал Что я написал? Привет, Фитюшка Невчонце Еще можно было какое-нибудь составить все истинные вектор У вас еще есть 30 минут, не 50-го возведения, только 50-го возведения, только 50-го возведения есть. Нет? Ровно вопрос. Да. А почему у нас так? Только... Ильга, у вас сопряженная, у нас же два конечного состояния. Почему? Илья тоже сопряженная? Здесь. Если я здесь не фиксовал, то здесь-то я фиксовал. Я уверен. Ну... Я уверен, что на эту сторону, на эту сторону я каждой и сражу, А вот просто с председателя произведения истинных мокровов, оно это может, как кристика, с кого вы можете обликнуть о том, то есть, как оно не заключается в себе в изменении развития? Ну, да. То есть, в медицине, и в ходе это все должны входить. Ну, там, в принципе, импульс может еще пойти, я прочитываю. Сигму саммит. Путали сейчас вектор, например, импульс составить. Ну, у нас импульс, в общем, такого состава. А если мы его просто заменим, вот, Эпсилон гамм на импульс потона, наверное, просто изменить там все. Эпсилон. А вот здесь вот? Ну, да. Вот здесь равно импульс потона. Нет, ну, в смысле, вот, у нас есть приближация потона. Да. У вас, в принципе, не могли бы, допустим, на импульс потом. Вот. Для писать такое же выражение, но, по идее... Ну, у меня должны все при импульсии. Я бы мог туда привыкнуть еще импульс? Да? Ну, пожалуйста, ничего сложного нету. Я могу, скажем, депси на деки у наших скаляровых. Вот. Нет, и все. Нет, и не могу. Нет, и не могу. Я мог бы... Вот здесь вот... А... Ничего не могу, вот. То есть один раз импульс не могу, допустим. Один раз импульс не могу. Один раз импульс не могу. Вот. А два раза могу? Смешанное произведение из трех при этом произведение. Два раза в принципе мог бы, да? То есть каждый из этих векторов заменить на край вектор на двойне, да? Ну, это фактически селился причиной просто к повороту векторополяризации для фотонов. С одной стороны. А с другой стороны, этот наточный элемент, он был бы пропорционален К в квадрате, да? То есть частоте фотонов в квадрате. А мы ее считаем маленькой. Правильно? Она у нас слова. У нас слова. Вот это все пропорциональные единицы, да? А там будет пропорциональная частота фотонов, где видена масса у всех квадрате, да? Это написать там множество еще, допустим, эти структуры. Но они все будут нейроэтилизмы подавлены. То есть мы здесь пользуемся тем, что у вас нейроэтилизмы есть, да? То есть можно отсюда тоже найти такое распределение, а там в качестве домашнего водания. Заодно проверьте, что это же Хи минус 8 квадрате Т. И теперь самое интересное. С тендорами мы делаем. Ага? Теперь у нас Пси2С переходит до Хи2С2 и фотон. Вот что можно сказать про тензорную массивную частицу. То есть в общем случае эта частица описывается неким тензорным полем. Хи минус. Хи минус. Это поле должно обладать таким свойством. Это симметричный тензор. Тензор. Да? А с момента 2, то вспоминайте. Олимпия вот такая. Если у нас не лоинсовские индексы более, а обычные трехмерные индексы. То в моменту 2 течение приводим к тензору второго амбра. Правильно? Он такой. Исследованный симметричный. Вот здесь вот история очень похожая. То есть это симметричный тензор. А исследованный тензор он в таком смысле. И еще такой симметричный тензор нам в таком условии обладает. Подобно тому, как для электронных частиц у вас было условие, что демью на драму, да? Помните? Или что то же самое, что импульс частицы, да? Демью равен днем. То есть вот эти условия мы встречали одну обмывающую компоненту, да? С одной стороны, с другой стороны, это условие было нужно, чтобы у вас все компоненты электронного поля В Они удовлетворяют на равнике глины фокус-кардона, да? При сравнении хлины фокус-кардона, например. Здесь то же самое. То есть у вас есть импульс, и ваша частица держит. Да? Четыре обмывания. На хим-меню на нем увидели. То есть вот такой дополнительный условия. Это согласованность. И в импульсном пространстве или в координатах произвольная равен драма. Да? То есть в системе покоя, там где ваш тензор-демизон покоится, его можно описывать так же, как здесь, трехмерными векторами описывать. Да? Техмерными векторами. Здесь можно описывать двумерным тензором. Неприводимым. Правильно? У вас частица со спинодавцем в системе покоя. Если я сел в системе покоя, не ради дивизма. То есть у меня просто получился некий объект по своим трансформационным свойствам, который должен отвечать к моменту 2. Да? То есть это симметричный исследованный тензор. Трехмерный. Ежи меняется 1 на 3. Да? То есть из вот этих всех компонентов я могу сел в систему покоя. где P у меня это есть N0. Да? P равно N0. Могу все компоненты типа 0,0, но и их убить. Да? Их у меня нет. Их у меня нет. И в силу вот этого соотношения. А симметричность дает? А отсюда и следовалось. Да? Как была, так и осталось. То есть это симметричный бесследованный тензор. Да? Симметричный бесследованный тензор. Сколько у него компонент не зависит? Один. Чего? Момент 2. То есть реализационный состоятельный. В проекции сколько? Гомомент J. В проекции 2J плюс 1. Правильно? То есть будет? Пять. Да? То есть у меня пять поляризационных состояний. Да? Ну, то есть есть еще. Угу? А. Что? Нет. Ну, селитричный бесследованный, но и интенсивный. А, отсюда и два бесследа. Ну, я думаю. Да, отсюда и пять. Потому что буквально пять комплекта. А у нас на шеи, да, и следовалось пять. Ну да. Т.е. 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 Ну, вот давайте найдем, нам это сейчас понадобится, формулу суммирования по поляризации. Вот у меня есть пять поляризаций. Т.е. 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 И для конкретной поляризации они нормированы на эту лусь. Это я всегда могу так сделать. Вот давайте напишем подражение для вот этой суммы поляризации. Раз я по всем поляризациям просморировал, то то, что у меня в результате получилось, из чего может устроиться. То есть варианты их тензоров. Вот вариант их тензоров вот с таким количеством индексов. Четыре, да? Вот я могу написать как? Я могу написать что-то альфа, вот все их перечитряем. И 1 и 2, дельта же 1 и 2. Плюс, что еще есть? Лады не ставит. Лады не ставит. А можно написать β-λ-I1-2-λ-G1-2. Еще есть твой модуль? Да. Какие есть? β-λ-I1-G1-2. Да. Вот такие гаммы. Без гаммы. Лады не ставим. П-1-G1-2-2. П-2-G2. Давайте все в листах. У меня есть еще и два варианта интенсива. Эпсилла. Да? Ну, мы писали индексов меньше. Три индекса, да? Три индекса. А если я начинаю репсилла на цепсилла, то это просто упрощается через дельту. Да? Это вот в конечном счете. Все, что есть, все написано. Да? Ну, давайте, Андрей, поскольку вы здесь вот это ощущаете. Давайте офицеры зайдем. Во-первых, мы знаем про А. Да? Что такое у нас? Последуй. Семью-движностью. Ну, давайте с семью-движностью начнем. Так, в каком порядке? Три числа. Семью-движностью, да? Но, следовательно, если я ни один, ни один и ни один в стаде поменяю, ничего не изменится. Правильно? То есть, с другой стороны, могу вот то же самое написать, с помененными умножениями E1 на G1. Это ясно. E1 на G1, да? G1, 2, дельта. E1, дельта. И с бета. Дельта, G2. Ага. G2, дельта. E1, 2, дельта. Друга, дельта. А здесь то же самое, это инвалидность, да? 1, дельта. Поменяем не один же это в стаде, да? 2, дельта. 2, дельта. Это получается альфа, ровно, бета, вектор в ма. Альфа, ровно, бета, вектор в ма. Альфа, ровно, бета, вектор в ма. То есть, альфа, ровно, бета. Можно? Отлично. Отлично. Мы этого учим. Понятно? Очевидно, что поле G2, то же самое получится, правильно? И 1G1 ничем не лучше, чем 2G2. Да. И даже получится бета. Без следователь, с чем заворачиваешь? С чем я заворачиваю? С чем я заворачиваю? На Dt и 1G1. Дельта и 1G1, да? И 1G1. Давайте, чтобы сразу с чистым телом иметь, и тензорами написать, мы можем сразу еще с дельты и 2G2 тоже сходить. Нам будет долог больше информации, если мы получили, если сворачивали. Ну, давайте, хорошо. Долог, в принципе, долог. И когда еще с одной дельтой сворачиваете, вы уже получаете следствие. Так, потому что, наверное, с заворачивающим, где-то там вводим с ручки. То есть, заворачиваем с одной стороны 0, вместо всего вот этого с заворачивающими Дельтой и 1G1. Да. Дельтой и 1G1 мы говорим, чтобы в этой высоте попадать. Угу. То есть, это у нас получается просто дельта и 2H2. Да. То есть, вот альфа, можно лицо? И 2, да. Угу. Дельта у нас формовая альфа, что я допишу. Значит, здесь, смотрите, у нас вот, то же самое происходит. Угу. То же у нас получится дельта и 2G2. Да. Значит, Селерска дает размерность. Угу. Чему равно? Он у нас 3. Угу. Надо это так и остаться. 2G2. Альфа, плюс 3G2. Гамма. 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 Сюда гамма равна. Так. А вот это все равно нулю гамма. Угу. То есть, у нас получается, значит, гамма это минус 2 альфа 9 на 3. Угу. То есть, получилось, что здесь 2G1 на 3. Альфа, а здесь минус 2. То есть, у нас β равно альфа получилась, А здесь 2 альфа на 3, да? Ну и нам термины. И нормировкой, здесь у нас нормировка. Чтобы воспользоваться нормировкой, с чем я должен равен свернуть? А то есть, мы должны, чтобы у нас i1 должен быть равен 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, То есть, свернуть вот таким выражением. Тогда с одной стороны в левой части что получим? Так. Ну а... А сверху, что получим в левой части? То есть, если я... Ну тут... Соответственно, мы там суммируем это по реализациям, поэтому у нас, соответственно, там 3 до лям до лям стоит. В зависимости от своей идеи мы должны 5 положить. 5. Правильно. Здесь будет слева, будет первая, справа, что будет? Да ладно, справа, сейчас. Да, считаете? Да, Е1 и 2 свернули, получили разменность. Угу. Ж1 и G27 получили разменность. То есть, 3 на 3. Угу. Значит, здесь И1 свернули Ж1. Нет, я здесь свернули С2 сначала. Так, ну вот С2. Угу. С2 свернули, получили дегитар Ж1 и G2. То есть, получается просто будет еще как-то. Угу. И здесь, да. Угу. Значит, и минус 2 3. И остается, значит, и 1 и 2. Это 2 такая, да? Ну, есть то же самое, то есть, тоже 3, Тоже 3, да. Можно отрицать. Угу. Значит, у нас получается 9 плюс 3, 12, минус 2, то есть 10. Угу. То есть, Гайк там 10. Сюда это чего? Одновременно. Одновременно. У нас вторая. Да? Ну. А что это у нас? Что это за ракистомы строили? Айжи. 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 Давайте я его сделаю. Айжи. Да? Айжи. Айжи. Что вам сейчас получится? Это? Тензер. Поляризация. Тензер. 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 Понятно, как мы вручили? Ежели вы сильно хочется в кавариантных обозначениях работать, то есть не в системе покой будет корить, а в кавариантных обозначениях под问题, да? Тогда вместо Айжи у вас будет стоять Именю, здесь каждый будет стоять химишки, хишки и все изменения следят за то, что мы просто должны от D при J на минус G миню плюс миню на n в квадрате то есть общая формула, каковариантная, каковариантная и она будет лопатой мы должны просто этот символ заменить на поперечный тензор смотрите сюда внимательно, если я его сверну, скобью, к примеру, этот тензор то он получил ноль, вот как положено то есть на этом условии у меня автоматически будет удовлетворяться а эти все условия удовлетворяются с теми же коэффициентами, как мы сейчас считаем но нам вот это формула сейчас не забудь давайте попытаемся, пока в квадратном виде, построить эффективный ладранжиан для этого распада у нас сейчас удовлет распад, последний остался, да? я все стираю и вот сам для ладранжиан у нас есть фатон, то можно записать здесь где у нас есть тензорная частица, да? в конечном состоянии т.е. поле тензорной частицы, here, here, here у нас есть фатон, да? фатон должен так эффективно было ходить, какие могут быть? да, ну... да, ну... да, ну... да, ну... да, ну... что угодно? что угодно? что угодно? что угодно? что угодно? полежа у меня его фарьер понятия и суток какая-то тут проблема ассссссссссссссссссссс помните этот жанр, этот силами как устроен? минус 1 челятая и фи миф в квадрате, правильно? да те за напряженностью то же самое, конечно, если у вас есть фатон, то всегда вы его эффективно надражаете, он вы через их ифи миф пишите Если у вас есть настоящий поток реально, но через тезу напряженности только его описать, что в любом случае варианте было удалено. Да? А почему же у нас тот же кодекс, как взаимодействие написалось через аминоги? Какой кодекс кандемогистики? Ну, аминогиум там это... То есть... У нас был атом фирменный, и ну говорили между откладками на лют. Ну, правильно. Но это какая-то фундаментальная часть этого взаимодействия. Я же говорю про то, как мы писали... Это у нас при помощной варианте было, правильно? Да. За счет преобразования тока. После преобразования тока есть преобразование, а все вместе это было при брошенную варианту или чего? Да. А все это не было? Это в принципе при брошенную варианту. Вы пишите. Да? Если у вас есть поля фирменов, которые вы знаете, как преобразуются по-прочным образом, да? То, конечно, вы по-другому пишите. Чуть длинные производные их пишите, да? В этом случае. Всегда все производные заменяйте на длинные. Правило? Вот такой вот. Верно? А если у вас просто поле фотона есть? Для хи... Не для хи, не для векторного мизона, да? Пси-2С. У вас никакого преобразования нет. У вас только фотон здесь есть. Правильно? Поэтому он может ходить только через F-меню сюда. Да? Поэтому у нас не бывает фермионов, которые ни с чем не взаимодействуют. Что? Говорят, что Папа и Тайна у нас нет фермионов, которые ни с чем не взаимодействуют. Есть фазон, который ни с чем не взаимодействуют. Ну, это целостатский вопрос. Потому что если он ни с чем не взаимодействует, то вектора его и нет. Это в каком-то смысле символю. И есть еще векторный мизон у нас. Правильно? У нас есть фотон. Есть векторный мизон. Да? Просто свернуть вот эти два индекса с вот этими двоими индексами нельзя. Во-первых, потому что этот симметричный и этот антисимметричный. Мы получим ноль. А во-вторых, потому что у меня есть еще поле векторного мизона. Да? Ну, вот я могу показать, как можно написать. У меня здесь вот подсказка есть. Вот этот тензор напряженности для фотона, да? А можно точно такой же тензор написать для векторного мизона, для Пси. Да? Вот таким вот подсказком мы будем писать. Дружая антисимметричный или нет? Он антисимметричный. Не-не, вот смотрите, по альфа я с фотоном свернул. По индексу альфа он тоже антисимметричный, да? Он тоже антисимметричный, да? То есть, Д и Пси, а не по мю. И это есть Д альфа на Пси мю. Мю. Д мю на Пси альфа, да? Где Пси это более подошло. Пси дворец, да? Он у нас векторного визона, который написан из векторного сними, да? То есть, вот таким образом надо писать эффективного транжаона, да? Эффективного транжаона, правильно? То есть, могу написать такой эффективный транжаон, рассматривать симуляторичный элемент и находить уголовное распределение, да? Это общий такой подход. То есть, с одной вы делаете вещественные задачи. Логика построения эффективного транжаона, конечно, как здесь. То есть, здесь у нас есть некий упрощающий элемент в виде нейроэлективизма. Правда? Давайте попробуем в нейроэлективизме, нужно также написать дворянный терматичный элемент, используя то, что у нас есть. Для фотона есть вектор поляризации Егамма, для Хи С2 есть вектор поляризации А и Ж, а для этого есть вектор поляризации Епси. Вот эти оба, конечно, состояния. Можем написать один вариант на 24 лет? Чтобы это был вариант для сетевого обращения. Да, это как? Да, у каждого электра есть вектор есть вектор. Да, есть вектор. И от него с тендерами завалить. Конечно, можно вот так сделать. Верните, с коврик с тендерами. И Ж, здесь, Е, Пси, и Е, Гамма, Ж. Вот таким образом мы можем сделать. Смотрите, чему этот кусок отличает? Если вот сюда и вернуться, вот здесь, вот сюда и вернуться. Вот у вас есть такой вот тензополяризации напряженности здесь, и вот такой тензополяризации напряженности здесь. Тогда вот этот кусок, как я написал, он из этого лаконачалла откуда берется? Спасно. Он через коврик сворачивается. Если я, вот смотрите, по индексу μ сворачиваю вектор из панелизации, да? То есть отсюда беру вот этот, да? А отсюда беру индексом μ. Вот это у нас. Понятно? У меня остается еще здесь производная и здесь производная. Да? Эти производные, это что такое? Это импульсы. Т.е. на самом деле вот эта штука идет с коэффициентом c1, c2. Вот как у меня вначале с коэффициентом c1, c2, c1, c2, c1, c2, c2, c3. А еще можно было так вот написать вариант на фритуру? Ну, можно... Ну, смотри, а здесь вот импульсы, у меня входят импульсы. Вот здесь, правда, четырехмерное произведение вошло, да? Коэффициент там сюда, четырехмерный. Если смотреть на феноментальный исходный натуражен, лентивистский инвариант, да? То здесь коэффициент четырехмерного произведения импульсов. А еще можно составить какие-то варианты, или ничего, если импульсы задействовать? Ну, квадрат 1, то есть квадрат 1, то есть квадрат 2. Перед нём в точке. Ага? Перед квадратом. Зачем квадратный импульс? Может быть скалярное произведение двух поляризаций. Ага, правильно. Можно было в верхней поляризации скалярный перевернуть вот так-то, да? Так, вот секундочку, да. А импульсы свернуть с тензором. Правильно? Да. Хоть К2 отвечает тензорному резону, но вот это у меня ноль, да? Вот это не ноль. Вот так вот мы идем, а здесь у него ноль. То есть уже не ноль. Можно было вот так сделать, да? То есть это тоже, казалось бы, вполне себе хорошая амплитуда, верно? Правильно? Но она откуда взялась? Она взялась, если я из первого возьму, вот в исходном фундаментальном нагружании, из первого тензорного напряжённости возьму вот это выражение, да? То есть вот импульс пошёл, импульс свернулся с хи. Из второго возьму вот мой импульс, свернулся с хи, да? Правильно? Понимаете? А оставшиеся электродеполяризации, оставшиеся Аμ, Альфа, 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 Альфа дали мне коэффициентом четырехмерное произведение. Да? Электродеполализация. Четверхмерное произведение. Так вот, я сейчас утверждаю, что наш электродеполизм приводит к тому, что вот это можно вытянуть. Электродеполизм. Сколько массы С2С и хи С2 примерно одинаковые, то в ней электродеполизме это можно вытянуть. Понимаете, почему вот так, ребят? Вот, видите? К1 и К2 – это что такое по модулю? ИТ Это ИТ, обратите внимание, не четырех векторов. Это просто частота фотона, правильно? Модуль – частота фотона. А это тоже частота фотона. Если я тут позвонился, да? Это просто частота фотон В doctors EP. Вот это всё пропорционально及 частоте фотона в квадрате, да? Всё надо пропорционально及 частоте фотона в квадрате, да? А что такое k1 на k2? Вот если я на двойку выложу, то это то же самое, что k1-k2 в квадрате Минус k2 в квадрате, что равно k2 в квадрате А вот это что такое k1-k2? Это чья масса? Это масса psi. Это масса psi, да? У тебя получилось, когда их стоит масса psi в квадрате минус масса i в квадрате, да? Понятно? Это есть разность масс на их сумму Это приблизительно здесь что такое? Делектарем это что? Частота, да? Частота и здесь двойное масса psi. Понятно? То есть мы получаем, что вот этот коэффициент, который сюда вошел, он в пропорциональной частоте на массу psi То есть вот этот коэффициент намного больше, чем вот этот коэффициент Верно? Много больше И, соответственно, они их коэффициентами будут вторую конструкцию, вы с вами выбрасывали Ну это понятно? То есть в принципе написать варианты комплектуги можно было много, но они входят с разными коэффициентами, что видно из фундаментального Лоренцева варианта И мы заключаем, что выживает фундамент только одна аффициент Так? Вот она услышала Давайте я это все собру И вот мы ее сейчас в квадратных квадратных введем И найдем остателение И здесь мы информируем по поляризациям чего? Конечные частицы Все конечности То есть по поляризациям и ц2, и по тону, правильно? Ну то есть у нас Обычный вот это выражение по формированной формированной поляризацией Давайте здесь, чтобы формула у вас была Ухлопная, как известно, пишу Видите, здесь будет Так вот, чтобы там было как там Диодин 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 Ладно Сумирование по некому Полив лямб Полив лямб Полив лямб Полив лямб Лямбда 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 Это он для них сумма по поляризации А еще для кого сумма по поляризации В концерте у нас потом Потом тоже давайте ее напишем в пальчик Один Сумма Лямбда Лямбда 1,2 Вот Здесь поляризация Ага Потом у нас Уже n g j j j j Ну, там пароль. Так. Так. Это поляризация. Потом и остались. Какие остались, какие не остались. Их просто с собой тащим. Так, и один. И один, и два. Всё. Подставляем для каждого этих сумм. Подставляем выражение. Вот у нас всё написано. Значит. Одна вторая. Дета. И один. Вот сумма. Правда. В точности она. Можно даже знать, что делать. Давайте на самом деле. Мы здесь в странах не пишем, но нет своего целого пака. Вот, да. То есть, это наша сумма по по поляризации цифровых иконов, да. Дописываем сюда сумму по поляризации. Ну да. Просто дельта. Дельта и G2. Ну, дельта G1, G2. Ещё раз. А. Теперь как? Да. Ж1, G2. Сейчас, сейчас. Ж1, G2. Минус. Минус. Прямы же 1, G2. Угу. Так. Я остаюсь в 7. И. 1, G2. 1, G2. 1, G2. 1, G2. 1, G2. 1, G2. Всё, давайте аккуратно это всё. 1, G2. А вы смотрите как. Всё вместе удобнее, так сказать. Ну, подруга-то рассматривайте, где я целую. Вот, сворачиваем всё вот это, сворачиваем с первой координации, чтобы что получилось. А вы лучше бы там посадили, там, дрожжи длинные или что-то. Да. Значит, посмотрите, если G1, G2, 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 то есть вот надо будет с первой координации сворачиваться. Что это? Что такое? Вторая мягкость. Ну, чем лаком? Погодите, тройка. А здесь что будет? Значит, это будет R квадратия, это не единица. Единица. Значит, с трёдкой этой тринкой, если не будет этой радостью, да? Да, сложнее 3 минус 1, 2. 2. А вот, погодите, погодите. А вот эта мягкость, когда сворачивается, что она просто? Ну, вот, E по модуле. Е по модуле в квадрате. То есть, от первой мягкости будет просто 2, 2, 3 минус 1, да? 2, E по модуле в квадрате. 2, E по модуле в квадрате. 2, E по модуле в квадрате. Софтами сворачиваем. Сначала дельта G1, вот G2. То есть, у нас, получается, свёртка эта даст нам дельта E1, E2. Значит, свёртка даст нам дельта E1, E2. Ну, это девичка. Дельта E1. Дельта E1, E2. Дельта E1, E2. И здесь на тему что будет? А это, получается, E1, E1, E2. И вот, даст нам дельта E2. Дельта E2. То есть, у нас, получается, где-то будет по модуле в квадрате. Да. Со знаком плюс. Угу. От второй дельта, дальше считаем. И минус, то, скалярное произведение, но оно одинаковое. Минус, где-то будет по модуле в квадрате. Да. То есть, будет N на E2, C. А можно сказать. Правильно? Здесь, смотрите, смотрите. Да. Мы с этой дельтой E2, да? Ну, в принципе, пишем вот. Вот у нас. То есть, у нас, получается, вот здесь, ну, с дельтой E2. С дельтой E2. А если с ценами? То есть, мы получим тоже N. N E1 и N E2. Угу. То есть, это самое же применение там было, да? Ну, да. То есть, вот это было в квадрате G минус. Угу. Вот и пишите. Угу. Упрощаем. E, 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 Psi, по-моему, не в квадрате. Ну, что такое? У нас Psi-мизон также, у нас Psi-мизон, они также в выстроенном состоянии находятся. Да, да. Я только не сказал, не проговорил чётко. Но давайте будем считать, что у нас вот эти Psi-два-эсы, подобные тому, как раньше G-Psi, да? Они у нас в выстроенном состоянии находятся. То есть, E, E, Psi, у нас там есть E, Psi, плюс E, Y, на колене сны. Да? Да. У нас получается Nx по модулю квадрате Psi-мизон. Ну, ну, господайте, этот вектор чего равен? Второго раза писал. Ну, Nx квадрате Psi-мизон. Так почему я кроме Psi-мизон? Ну, пока что я проеду символную пасшую. А, в смысле, его Nx-мизон. А, ну, да. А, ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, мы же раскладывали. Вы же сами. Да. Нет. Мы раскладывали, когда вот эти правильные произведения находили. Да. Прямо спросили, что такое E, Psi понадобится? Да. Ну, от каждого поинтовку. Угу. Громче. Единицы. Ну, единицы, конечно, они по единице нормированы вектор. Да. Значит, это все единицы. Это единицы, все единицы. Одна вторая, единицы собирают. Сколько их у нас? Здесь три штуки, здесь минус две трети. Всего сколько будет? То есть семь третьих. Семь третьих. Семь третьих. Угу. 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 То есть получит минус один, минус один на вторая. То есть, получить минус один на третья. Может, минус один на третья. Минус один на третья, да. А чего это было одно, что мы с вами считали? Да, это было бюси, бюси и м. А квадратик мы стали считать, а что это было? Один из квадратиков. Что? Один из квадратиков. Одна, вторая. Одна, вторая. Одна, вторая. Одна. Угу. Последний досок, суббота 8. А, он субботциональный. Угу. Т.е. здесь суббота 7... Расчета 6. 12 минус минус квадратик 13 плюс квадратик Вот такое распределение получаем для тензурного зона 13 плюс квадратик Это для быстрого состояния То есть видно, что очень слабее от угла зависит Почти из-за трубки За счет того, что компонентов много у тензурного зона То есть распасться можно много Понятно? Все понятно У вас в первом задании есть аналогичные задачи Мы все моменты сейчас проговорили, которые там есть Вопросы есть по этой задачи? Нет, да? Тогда давайте начнем Сейчас я все не планирую Тима Он просто такой Давайте это подолк Судим А Я продолжаю Я продолжаю Я продолжаю ХБ Бухи И Кадекс Нам с нами надо было начать, чтобы это В следующем занятии уже В следующем занятии Ух Сейчас я пробовал Эти Перемену По нагружанию духов, по духовному частью нагружающих ходей, как он строится, какие правила фирма для духов, это вам в том числе нужна из пятой задачи, о чем мы сейчас будем говорить, потому что это плод, это плод, это плод, это плод, это плод, это вам понадобится к этой, к этой задаче. А на следующем семинаре проговорим про рули духов, то есть каким образом они восстанавливают соотношение литарности и шанитарность теории. То есть начальный заправочный кхд, начальная часть у нас такая, это есть поля кварта, А и В минус Мси, туда, минус одно четвёртое Ф миню А квадрата. Вы, знаешь, мне написали или Ж миню? Да. Ну, ладно, все, я думаю. Как вы динамики говорите, да? И вот эта производная, это что такое? Это вариантная производная, вот фундаментальное представление, подчёркиваю. Это фундаментальное представление, поскольку это производная действие на поля куаха, два куаха, два куаха, три куаха. То есть это есть диню на единичную матрицу фундаментального представления, плюс и Ж на амин со шляпкой. Где амин со шляпкой, это есть генераторы фундаментальных представлений, у их Та маленькое, это означает А, между амином А. Где амином А, это аминомное поле. Понятно? Калибровочная вариантность состоит в чём? Что в полях Си может преобразоваться с помощью нитарной матрицы О, аминомное поля куаха, это омином Довальный цапок, это или есть экспонент. Здесь грузки Та, это а в ИгС. Та в ИгС Та это набор m-клама-1-1 гиброшного параметра, да? А поле ПС при таком поливрочном преобразовании приходит в преобразованное поле с параметром θ, я ее вот так обозначу Национальный выражается следующим образом. ПС со шляпкой, это еще раз, это θ на ма а мюа Скажите шляпку и развиваю свертку с генераторами фундаментального представления Я считаю, как это выглядит. Это есть просто исходное выражение Умножить на минус первая стала нам слева Умножить на G, видите, тоже Здесь примерно Q Вот такая обозначена, примерно Q, минус 2 минус первая Умножить первая Вот так вот все в матрице размера N на N То есть в матрице фундаментального представления И А со шляпкой тоже в матрице фундаментального представления То есть, например, НС на НС То есть вот так вот у вас преобразуют наши поля И вам на лекциях говорят, что вот это выражение Потом, потому как у нас в электродинамике похожее выражение В Абельном случае было в электродинамочным вариантом Из этого выражения тоже являются в колебочном варианте Понятно? Давайте еще напишем, что такое Fn Как вам получается? Fn А со шляпкой То же самое, что Fn 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 Как она возникала? Она так же как в электродинамике Возникала как результат фундамера Которая она торплизовала Да? Это может минус 50 кг Сейчас я нарушу Плюс не паду, правильно? Дмин 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 Коммутантный протокол Дмин Дмин И ябл Оставляем сюда Что такое моё дмин Дмин Это есть Дмин Коммутантный протокол Иг Амин А и ан Здесь будут члены с производными Отсюда к производным отсюда производная сократерция, как и положено, у вас dμ на dm, а то же самое, что dμ на dm, а останутся перекрестные члены и и вот эти члены тоже, от них коммутатор будет, раньше не было в Эберевой теории, потому что здесь стояли единичные матрицы, а теперь за счет того, что здесь и тривиальные матрицы стоят, здесь нулевой коммутатор возникнет, и возникнет dμ, а ν это член, который здесь взял производную, а вот на второй варианты производной взял вот это составляем, да, минус dμ, а νа, это наоборот, здесь я взял вот это слагаемое, а здесь производная, т.е. это то, что было у рикординарии, такое же тоже есть и что осталось? остался коммутатор, да, еще i, g, a, n, b, db, i, g, a, n, c, dc, вот такой коэффициентом минус 2g вот такая добавка осталась, а че мы огромны? коммутатор в том, что вот это damning, productos коммутатор д, b, c, etc. Каким образом коммутатор да b, c? а остальные коэффициенты мне дали вот это просто сократилось, а здесь движение движение еще отсюда осталось, правильно? то есть пункт минус G, минус G, F, A, B, C, A, M, B, A, M, C то есть теперь, понимаешь, что за напряженность содержит в себе нелинейную часть и это один из самых главных эффектов, которого означает КХТ от аминогатевого действия возникла нелинейность ПА поскольку мы знаем, что это кавариантное производное оно придумано для чего? чтобы вот этот объект преобразовывался так же, как ПСИ, правильно? допустим, как это... при колебловочном преобразовании то есть сабат, по варианте произволено, преобразуется как У, Диньё, Минус герп, да? А ты если нет коммутатора с меня, то же так же преобразуется, правильно? то есть F-menu со шляпкой, при хреброночном преобразовании образуется F-menu со шляпкой, F-menu со шляпкой, F-menu со шляпкой то вот этот объект будет как преобразовываться при хреброночном преобразовании? вот как при хреброне вот так преобразуются, а трейс? Керина, как трейс преобразует? то есть трейс это кереброночные варианты, да? а трейс, вот здесь у меня стоит TAB, трейс TAB, это одна вторая DAB, правильно? вот я и получаю, что то, что у меня здесь стоит, это и есть топ трейс, верно? но если я теперь расписаюсь как F-menu со шляпкой, F-menu на DA, все это расписаюсь как F-menu на DB, а потом вспомнить что трейс это ATB, это есть D-menu на A, то мы получим вот такое выражение, то есть это как-то или прочные варианты выражения, правильно? но подлучается, что F-menu подлучается как частный случай, как бы, если мы считаем, что цвет линь как бы... кардинальник у нас получается как частный случай, когда все-таки структурные константы равны линь вот кстати, мы там не держали гамма-матриксы? где мы гамма-матриксы? где мы гамма-матриксы? где со шляпой? где со шляпой? где со шляпой? здесь со шляпой это значит гамма-m на μ здесь конечно гамма-матриксы, здесь как обычно все просто вот здесь шляпа, да? где индекс μ у меня еще есть это означает с верткой с генералом так, вот это помните все? помните, да? то есть это самый начальный этап, с которым мы сталкиваем да? дальше в чем состоит наша основная трудность? мы, когда квантуем КХД, мы фиксируем колебровку, да? фиксируем колебровку и у нас возникает, после процедуры после анзаса Фадеева по полу, у нас возникает вот этот шант губ, да? а вы про это говорили на столице, да? вот давайте мы результат напишем, как у нас получится значит, мы должны зафиксировать некую колебровку написать какое-то колебровочное условие в общем случае будет выглядеть как набор вот таких вот разниц они могут быть не в ней номерах, а не яйца от одного до этого до х1 то есть это целый набор разниц где f это некий функционал он может быть не единым, может быть какой-то дифференциальный функционал может быть просто взятие соответствующего коля в какой-то точке, да? т.е. этот функционал среди всех возможных калибровочных калибровочных и вариантных конфигураций, да? он мне фиксирует по единственной физической конфигурации по единственному представителю, да? вот я нарисовал некую картикуль абстрактную что такое? вот каждая окружность концентрическая есть много колебровочных полей связанных к либровочному преобразованию то есть это некое колебровочное поле связаны с либровочным преобразованием т.е. переход отсюда сюда сочетается к либровочным преобразованием вот таким Все вот эти поля, которые здесь стоят, они все физические эквиваленты, т.е. они отличают одному и тому же физически наблюдаемому сильному полю. Кромодинамическому полю. Когда мы фиксируем клипровку, мы для каждой вот этой траектории выбираем одного представителя. По одному представителя. И в этом уже стоит суть фиксации клипровки. Из всех клипровочных вариантов конфигурации мы выбрали какую-то одну здесь. Это отличает какой-то одной наблюдаемой конфигурации фонодинамических полей. Из всех вот этих конфигураций, которые получаются одна из другой калибровочных преобразований, мы выбрали какого-то другого представителя. Выбираем условия. Картинка понятна? В качестве примера можно взять, например, лоренсовскую полюбровку. То есть вот это условие, например, может выглядеть вот так. И мы говорим тогда, что у нас выбрано лоренсовскую полюбровку. Поним? Либо вот так, как мы сейчас на дачке переделаем. И это один, два, 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 два. Это у нас клубовская полюбровка. У нас клубовская полюбровка работает. А верхняя ложность такая? Да. А верхняя ложность такая, да. Вот. Вот если у нас есть какое-то условие, которое фиксирует нашу калибровку. Когда в нашу лоренсовскую полюбровку добавляется член фиксирующей глибровки? Он выглядит каким-то таким образом. то есть добавляется такой член, да. То есть мы вроде бы добавили ноль, да. Потому что на нашей конфигурации это ноль, да. Вот так же, как у них ординамики, рассуждения такие же. Но появляется что-то новое. То, что в литротинамике на самом деле тоже раньше было. Мы его не писали, потому что оно там было тривиально. Тривиально. Вот в литротинамике тоже у нас были духи, да. У них тоже есть, но они с чем-то не взаимодействуют. Это вот то, о чем Кирилл сегодня пытался сказать. Можно сказать, что их там и нет по этому, да. Просто не с чем-то не взаимодействуют. Но в литротинамике мы тоже могли выбрать такое плохое калибровочное условие, например, нелинейное калибровочное условие, что у вас духи появятся. То есть в литротинамике духи тоже есть. А у духов может быть какой-то физический смысл? Вы понимаете, что какие-то объекты вводят для утокства, а то, кому произойдется, что у них какой-то физический смысл? Ну, я не готов про это осуждать. Это вы у философа вашего спросите. А такие, которые могут быть наблюдаемые, нету такого? Нет, но они ненаблюдаемые, да. То есть это некие ненаблюдаемые степени свободы, которые призваны сокращать нефизические степени свободы углеводов. То есть временную родственную степень свободы углеводов. Но это все-таки такой простой искусственный. Искусственный. И нам надо написать добавку в ограничение в духов, как он возникает. Вот смотрите, как он строится. Строение его, алгоритм прохозки. Ну, противопокремелия это быстро сделано, скорее. У нас кулон из Куликовской. А у нас есть пятая задача, только на ней это прохвострируется. И чтобы написать вклад духов, я должен посчитать вот такую матрицу. Это не что такое, смотрите. Это есть такая функциональная производная. Он F, A, A, B, A, 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 A. То есть это что такое здесь стоит? Это преобразованное. С помощью параметра ТЭТа. Стренировочное поле. Да? Можно здесь описать. Производную по ТЭТа в АТИ. Такую функциональную производную и ТЭТа равное 0. ТЭТа равное 0. Что имеется ввиду? Когда так пишут. Я имею ввиду следующее. Глядите. Моё преобразовочное условие я представляю таким образом. Чтобы посчитать эту производную, я буду действовать так. это моё преобразовочное условие. Подставить в него вот эту формулу преобразования поля. Подставить в неё и написать её как F, A, 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 A. Подставить в виду, а всё что останется, вы описать в виде интеграла. D4Y. А здесь подставить в виде интеграла. А, A, 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 B, A, 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 B, B, A, A, B. Плюс побольшое отцетов квадратных. То есть я считаю, что мой калибровочный параметр, с помощью которого я совершил калибровочное преобразование, он бесконечно мал. И записываем вот это выражение с точностью до первого члена Оно записывается в виде некого функционала, у которого есть ядро функционала m, b, x, y Вот это ядро меня интересует Вот мы на следующем примере посмотрим как это ядро выглядит Обычно есть просто некий дифференциальный оператор и дельта функции Все это не сложный объект Эта штука это не сложный объект То есть я должен взять свое калибровочное преобразование в инфиндизимальной форме Подставить в калибровочные условия и переписать в таком виде Допустим я это сделал То есть я нашел вот эту m, b Тогда действие духов Ну то есть d4x от бронжиана Это не что такое Это есть просто интеграла d4x и d4y от c приезда а от x m, a, b от x, y, c, b от y Тогда духов в лагранжа, c это духовые поля Духовые поля Вот таким образом Точнее это не в лагранжа, это действие я описал Это действие, да? В лагранжа, соответственно, два тюня вы можете найти Подставить сюда m, управлять все какие-то функции То есть одно интегрирование произведя Вы можете видеть, как выглядит все-таки лагранжа А c это что такое? Это фермионы, то есть это антикоммутирующие поля С одной стороны С другой стороны это скалярные поля То есть это никакие не спиношки То есть уже нарушена связь спины со статистикой Поэтому эти частицы не наблюдаемые, да? Что вы спрашиваете? У них неправильная связь спины и статистики А это достаточно фундаментальное соотношение Связь спины со статистикой, да? Поэтому эти частицы все-таки у него много не вспомогательны То есть у них математический элемент скорее нежно, чем реальность И они цветные, да? У них есть индекс присоединенного представления То есть у них с a и b меняются от 1 до m2-1 То есть это цветные объекты, да? То есть у них индекс такой же как у глионов У глионов тоже присоединенное представление, да? И они тоже цветные объекты Вот давайте попробуем на простом примере Так, а на пункте тоже, ну да, да Присоединенное у нас соответствует глионам и цветам А вот это гидальная Гидальная квадрата У нас на квадрате действуют генераторы с индивидуальной предоставления Да? То есть у нас как с n на m n на m А в присоединенном представлении у нас действует Присоединенное представление строится на генераторах, да? Которые записываются через структурные константы у нас на паблице, да? Все-таки у нас Вот Это присоединенное представление на наших индексах А меняется, да? Мы ввести гидиминс, да? Квадратный взгляд Как и положено генератором на индексах А вот Во всем этом построении Мы должны использовать инфинтезимальную форму калибровочных преобразований, правильно? Вот здесь вот написано общее, общее выражение Не инфинтезимальное, общее, да? А нам нужно инфинтезимальную форму То есть мы должны взять вот эту q В виде бесконечно малого преобразования То есть это и что такое? 300 единица плюс i Tha на Tha От x Плюс у большого квадрата Взять в такой виде и подставить вот сюда Да? Тогда Когда В случае бесконечно малого Tha Как мы будем выглядеть это выражение? Ну, посмотрите внимательно От игонички Когда у минус первой Возьму, да? У минус первой Соответственность в длина У минус первой то же самое, что у креста У минус первой то же самое С минусом С минусом, да? Один, минус, три Это такое Это такое Да? Здесь он нарушал Это такое Это такое Так, да? Значит, здесь вот От единицы у меня вот здесь просто Возьмем поле от мобил Верно? Просто вот здесь ходное поле А вся вот эта штука мне даст что? Она мне даст Это если я начинаю дифференцировать тенту Вот Здесь будет Минус 1 g Смотрите, что Будет Дмин 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 g плюс e t c g c c g g А вот глядите, вот это слагаемое с производными, оно возникло просто в отсюда, когда я продифференцировал тетту, и все, с этим я набрался, но у меня вот здесь вот еще, в первом слагаемом есть члены линейные по тетто, линейные по тетто, линейные по тетто, это что такое, это когда я отсюда беру единичку, отсюда член линейный по тетто, и наоборот, отсюда линейный член по тетто, отсюда единица, возникает коммутатор, правильно? Возникнет коммутатор, коммутатор, генератор вам даст, соответствующий Т, структурные константы, вот эти структурные константы я запихал в Т большое, понятно, да? Какие я совершил манипуляции, и глядите, что у вас получилось, вот такая красивая конструкция, вот то, что на ней стоит, оно очень напоминает что? Какой седьмой положение? Динократно-аписи А оно напоминает вот эту комморианку производной, правильно? Ну да Здесь стояла единичная матрица в фундаментальном представлении, а здесь стоит единичная матрица в присоединенном представлении, да? Вот здесь стоял генератор в фундаментальном представлении на амир, а вот здесь стоит генератор в присоединенном представлении на той же амир, да? т.е. это просто, если что-лимой, как ковырявленная приводная ковырявленная приводная в присоединенном представлении т.е. через мои структурные константы т.е. что такое? это есть длимин плюс G F A B C T A B A B C Т A B B C 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 преобразований, преобразуется таким образом. Это есть амью а, стенд разной нулю, минус единицы на g, повариантная производная, которая действует на тета, а, туда и по полям, где-то есть просто демью, и по полям, где-то есть просто большой оттет в квадратик. Большой оттет в квадратик. Хорошо. Теперь последнее, что мы сделаем, пять минут еще я его заряжу, потерпите или уже совсем тянуло? Давайте продемонстрируем, как эта схема работает для, скажем, кулоновской куликовки. Посмотрим, как вывести бурган духов для кулоновской куликовки. Это будет пока вторая, не последняя задача. То есть вывести бурган духов для кулоновской куликовки. кулоновская куликовка, к сожалению, несколько аналогична тем, что здесь оказывается, что не единственными решениями то есть решения у этих уравнений для конкретных квадратик не единственных. То есть там целая, может, целая дискретная сеть, как называют ликвидности и копии, но для нашего рассмотрения это не коэффициально. То есть у нас есть вот такое калибровочное условие, мы попробуем для него построить бурган духов. Давайте это я сделаю, чтобы у вас все в тетрадках осталось, и проговорите здесь. А вы внимательно слушайте, так что вам это в пятом году иначе вы думаете, и вопросы вы задаете, разрешите их задание. До следующей ситуации тоже может быть. Что это мне сделать? Вот так вот выглядит мое куликовочное условие. Исходя из моего алгоритма я должен описать это калибровочное условие в инфинтезимальной форме, да? То есть описать, что такое DI, описать FA, A, T, да? Вот это выражение написать, да? При бесконечно малом тетрадке. Вот я и пишу. Что такое FA? Это взятие, производное по пространственному индексу. Что такое ATEPA? Вот оно, где написано, яблоки, да? А, это есть A минус A, ну, X, да? И потом уже стоит. Минус единиц на G, здесь стоит D и Т, D и Т, на T по A от X. Пойдем? Что такое? Вот я не говорил про это зону, я написал. Плюс G, F, A от X, 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 A от X. Стопка закрылась. Плюс у большого ATEPA от X. То есть я подставил в моё ребровочное условие, вот оно, да? Это и взятие производного пространственного компонента. Подставил инфинтезимальное преобразование переворочного полка. Да? Отставил. Теперь я должен всё это подставить в таком виде. Подставить в таком виде. Подставить в таком виде. А первый член сделан вот этот член, я. подставить в таком виде. Вот смотрите, вот это калибровочное преобразование с параметром θ Вот это линейная часть по θ, здесь квадратичная по θ А эта, которая от θ не зависит Ну вот оно и есть, это есть преобразование при θ равном режиме, правильно? То есть вот это обратите Получилось, что здесь f, а n Это равное 0 Вот, оно выделилось, да? А всё остальное тоже представить в виде некого интеграла Давайте я напишу, как я играл Напишем как интеграл d4x Вот чего? Вот видите, здесь производные идут Вот все эти производные, они по x Я могу написать d от x минус y Да? Покой хитрый Здесь стоит d и t от x Я вам напишу, что я не помню d и t от x от θ d от d от x 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 и коэффициент минус единица в лжи еще был Да? минус единица в лжи И вот эту стопку я заправлю Правильно? просто тождественное переписал. Добавив сюда эту функцию, написав единый угол. Теперь я вам как-то буду пробовать и представить вот в такой форме. То есть, видите, некое ядро, которое просто умножается на тета. Умножается на тета без всяких производных. Это какие-то производные. То есть, эти производные нужно, грубо говоря, перекинуть на вот эту дальнюю функцию. Вот как я это сделаю, смотрите. Поскольку у меня здесь x равен y в силу дельта-функции, я везде вместо x могу написать y. Давайте я не перепишу эти травмы, а я здесь просто сотру. Сейчас я напишу y, здесь вот пришел в иrei. Сейчас я напишу y, здесь вот пришел в и Wire в цены. Здесь вот шею Здесь вот шею Окей А теперь вот эту производную Переброшу на гентофункцию По частям, интегрирую по частям Что такое? Рома Делась у меня цена g Здесь вот d и y Здесь будет d и t d и t d и t d и t и y d и t и y d и t и y d и t и x и y Вот я переводу передбросил Осталось у меня db на d d и t Это я уйдет в член Вот это слагаемое Два раза перекину d по частям Два разных А теперь вот здесь вот Для этого члена один раз по частям перекину Потому что здесь только одна производная Одна производная И я туда и перейду И пишу А потом будет знак минус Да, раз она одна Минус g f a c a i c y t b y y Нажка на производная y от d y 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 Я могу заскопить в правом листе И получается, что моя функция n Моя функциональная, которая неудобная А вверх от x, которая еще такая Это есть минус 1 на g Это минус 1 на g Здесь будет Вторая производная Посмотрите, как я сделаю Вторая производная по y, это все равно что Вторая производная по x Поэтому могу написать Просто вторая производная Дельта x Дельта x Дельта x Дельта x минус y А здесь Производная по y, это есть минус Производная по x Аргумент зависит от x минус y На этом тоже перепишу через Производную по x Производная по x Производная по x минус f 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 n f f f f f f f f f art Все, последнее, что нам осталось, это записать как гранжангург Действие для него Это есть интеграл d4x и d4y от c квеста от x И подставляю вот это выражение сюда Минус единицы на g на сколько мы нашли? Минус единицы на g на g на g А здесь будут все А здесь будут производные Вот эту производную я имаму общей минусом Пописать как гранжангург Общая производная А здесь останется гранжангург x минус филык На дельта АВ если забудут Это дельта АВ Забудут мы не так сказали Дельта АВ Или же А и В индексы Вот здесь тоже Возьмем АВ А плюс gF АВС По гидроаптиве По гидроаптиве Сидельта x минус 1 Вот эта производная действует только на квадратную скобку То есть я из квадратной скобки Вынес производную по x Она вот сюда не действует По x Я ее вынес Я ее вынес И И c крест c b c b c b b c c c c c c c c c Давайте Вы Перепишите А я еще раз Я Раньше делал Это Вот Вот Это Вы ее По частям Перекидываете на все остальное Что от x зависит Вот от x не зависит Здесь y стоит Зависит только на квадратную Поэтому это будет минус Я знак поменял И производная Д d d x c d x d x d d d x Я как могу с ней обойтись? Я могу ее снова сюда только перекинуть Да? И дата функцию снять с интегрированием по y Правильно? Хорошо, что получится в результате Вот после снимания дата функции у меня где был y там и здесь стоит x Правильно? Здесь будет x и здесь стоит x И получится, что мое действие здесь гнется на g d4x d4x чтобы я не напрягал по y и снял да? Дальше идет производная в поле c на крес да? А что здесь остается? Двините внимательно После того, как я эту денту эту производную перекинул сюда и снял дента функцию у меня эти поля стали из x уже Я потом снова эту производную могу назад перекинуть на это поле правильно? на это поле что не будет стоять dx и d 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 После снятия производной, после снятия дельта-функции у меня получилось вот такое выражение. Судей, вы согласны? Не очень фрегально, что вот здесь так получится. Я знаю, что один раз перекинул сюда, снял дельта-функцию и слово производное впечатляет. А здесь что такое образовалось? Все, я был уже. Вариантная производная, конечно. То есть мы получили, что это я в действии записал, а под действием стоит флогранжиан. И я получил, что мой дух флогранжиан, это есть не что иное, как константа и гурица на g, она ни на что не влияет, ее можно всегда запихать в определение по лице. Поля С, они входят только сюда. Больше они никуда не входят, поэтому их можно просто переопределить. Сказать, что С делит на поле Ж, то есть новое поле для духов. Они только сюда входят и больше никуда не входят. Поэтому такой трюк делать можно. Так что, когда подъединиться на g, я беру переопределение на поле. И они останутся, чтобы окончательно выглядеть так. Так, это элитая. С, а, прест. А здесь, кстати говоря, правосводная. С, бета. Правильно? И индекс и еще один. Один, два, три. Если бы калибровка была не кулоновская, а лоренсовская, то есть там не и был, а не был. Как вы понимаете, все было точно так же. Вот вместо Пи был метрик с миру. Да? Здесь была ботамира, а здесь была ботамира, как вы понимаете. То есть вот таким образом вывели на гранжан духов. И что мы из этого гранжана видим? И что нам надо, собственно? Для чего мы его хватили? Нам нужна вершина взаимодействия глеонного поля с духовыми полями. И она явно стоит здесь через кавариантную производную. У вас здесь стоит кавариантно-производную, и вот она вышла. То есть отсюда мы можем это написать. Я надеюсь, что я рисую. Потому что у вас есть некая глеонная поля. У него индекс цель, а здесь три, да? А здесь два другого поля. Поскольку они у нас антикоммутирующие фермионы, то и острелки можно рисовать. Я хочу рисовать. Это их индексы. А здесь стоит индекс. Какой-то импульс текущий по стрелке. Импульс текущий по стрелке. Значит, как это решено обведу здесь? Сейчас, Андрей, потерпите, еще немного осталось. Как она выглядит? Смотрите. У нас стоит буква И из того, что мы спускаем эту гранжиану, у нас т-экспонента, т-экспонента и на гранжиану. Она стоит в правом фейнере. Дальше. От вот этой производной, у меня стоит производная, да? от конечного, конечного духового поля, да? В индексам А. От производной что придет? С каким кофициалом? Вот мы сейчас пристально-пристально смотрим вот на этот член, да? То есть берем это, это, это и это, да? То есть будет ИП, да? ИПИТА, 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 ИПИТА. Значит, есть конструкта Ж, ФАВЦ, да? Глионное поле ушло с вот галлой вектор поляризации, да? ИПИТА, и он, правило по фейнеру. То есть в этом поле идет вектор поляризации, да? С просто скалярное пермионное поле, сферляция, в основном это не было, и даст лидерочку, да? То есть мы получили, что это есть минус Ж, ФАВЦ, да? Или можно это как-то написать? В классевой форме минусר, минус Ber, и, да? Минус ж, да? Минус ИЖ, да? Минус ИЖ То есть ИПИТА. ПЭТА по terus самосрентой, С, às對. П i pad. То есть ИПИСАЦ структурные конструкты. Есть минус и,к аф, да? Минус г IV, минус г, да? Просто в такой форме удобно запомнивать это выражение, потому что у вас для фельмионной вершины, когда у вас глион, взаимодействует с кварком-де-хвартом. У вас выражение такое, есть минус ИЖ, генератор в присоединённом представлении, поскольку у нас духи имеют присоединённый импульс, на импульс, который течёт полстрелки. То есть, вот здесь написал веку и с пострелкой пункта, мог бы здесь присоединённый импульс, и главный с описать импульс, который построил веку. То есть, мы из этого лаконжиана видим, что у нас вот такая вещь у нас взаимодействия. То есть, видим, что взаимодействие духов идёт только с пространственной частью глионного поля. С волевой компонентами, а 0, взаимодействия нет. И это вам обдачу решение этой задачи, когда вы пространственные операторы будете считать. То есть, нулевой компонент, это ню равная ню. Я беру глион с компонентами ню равная ню. У меня духи не взаимодействуют. Ну и пропагатор духов, мы тоже отсюда видим. Пропагатор духов смотрится из квадратичных членов, правильно, по полям С. И вот эти члены. То есть, если есть А из В, тогда стрелка, то есть дельта одной, и минус Плит по квадрате. Сколько здесь только пространственная производная, то нужно только минус Плит по квадрате. То есть, я думаю, что духи здесь... Распагатор духов такой же, как в кулоновской корректировке у фотона, прямо на него ноль-ноль компоненты, бесконечно быстро распространяется. Точнее, не так, лучше сказать, что оно вообще не распространяется. То есть, в зависимости от... Ну, у меня нету, да? Я могу сказать, что распространение, где просто нет. То есть, нулевая компонента не передается. Вон, в кулоновской корректировке фотон. Значит, вот таким образом мы можем, зная корректировочные условия, строить по этому алгоритму Гранжеву духов, выходить из них правила Феймана. Ну, один раз нашли, и дальше пользуюсь, да? Это у меня с вами один раз нашли. Вот, просто главное, это надо понять сейчас, а дальше будет пользоваться. В кулоновской корректировке все то же самое, только вместо индекса И трехмерного будет четырехмерный индекс Минус, да? А духовой вершины то же самое. На этом мы закончим. На следующем семинаре, через неделю, на вторник. Мы еще одну аналогичную задачу рассмотрим для аксиальной корректировки, чтобы увидеть, что там нету дума. А на этом вектор выбирается. Да, мы выбираем некий вектор, и там покажем, что у нас фактически духов нету, как в электродинамике. То есть, духи на самом деле есть, но у них взаимодействие с Глеонами не будет. Да? То есть, на продолжение остаются только вот такие члены, неинтересные. Они ни члены, ни гриводесты, кто на них не сможет, да? И потом будем смотреть, скажем, духи санитарно что связано. На сегодня все, не лишний раз. День члены, да? Но, я бы сказал так, что это все-таки два независимых гердей, да? И факт, что у вас получается частным случаем в электродинамике, это значит, что в выборах ваших структурных констанк, да? Например, если вы получите равную мунику, получите электродинамику. В выборах ваших структурных констанк, вы можете электродинамику включить в себя как часть электродинамику. Например, если вы будете брать в качестве калиброночную группу, просто прямое произведение, скажем, ну один группу калиброночную, как я продаваю в фотонной лаконе, а какую-то другую калиброночную группу, скажем, на СУ-2 слабую или СУ-3. То есть, конструируя такие прямые произведения, вы можете построить калиброночную группу вашей теории, в которой все ваши бозоны есть. Великое объединение, если бы это немножко другое, вы говорите, давайте мы сразу найдем простую группу, не полупростую, в которой есть прямое произведение, а сразу простую группу. Простую группу, в которой нельзя разложить на прямых произведениях. Сразу найдем простую группу, в которой бы у меня все бозоны расплассифицировались по фотонам, то есть, которые бы в себе содержали все калиброночные бозоны. Простая группа. Промое произведение, а простая группа. А как-то мы уже говорили, как раз надо было как раз ДСУ-2 КРУСУ-1 группу. Да, вот ДСУ-2 КРУСУ-1 это калибровочная группа полупростая. Ну да. Это представимое произведение двух простых. Да. А простая там электрослабая. А мы хотим, ну можно бы ДСУ-5 взять, например. Врачи бы уже пытались, но еще ДСУ-5 построить теорию великого объединения. Нет, а именно электрослабая, если мы говорим, то там простая группа может быть? Ну нет, не может быть. То есть, если у вас три тяжелых бозона и один безмассовый, то минимальный вариант это УАТИЛ-3 СУ-2. Нет, а в фазе с не нарушенной симметрией, где там Хиггсовский конденсат нулевой, у нас какая группа будет? Если у вас симметрия не нарушена, то они у вас все безмассовые просто. Ну да. Ну все зависит от того, сколько у вас стрелочных бозонов. Вот вы стартуете. Ну у нас же А3-3-3-3-3-3-3-3-4. Четыре. То минимальный вариант, который вы можете сделать, это, я говорю, УАТИЛ-3 СУ-2. Можете четыре раза на себе работе умножить. У латин-крест, у латин-крест, у латин-крест, у латин-крест, у латин-крест. Ну то есть, простую нету, все равно. Простую нету, это полупростая. Она представима в виде прямого произведения простых. Ну понятно. Идея перегоночной тела в латин-крест заключалась в том, чтобы все эти перегоночные бозоны запихать в некую единую большую простую. Да, может простую. В каждую разу играете. Здесь нет. Ну понятно. Спасибо за субтитры, спасибо за субтитры. Продолжение следует...